Сегодня мы разбираем технику бега Антона. Антон лыжник и, конечно же, много бегает, как все лыжники. Что можно сказать? Сразу две главнейшие ошибки. Большие вертикальные колебания и большие колебания из стороны в сторону. Вот здесь хорошо видно, что Антон перекладывает свое тело справа налево при каждом шаге. Это грубейшая ошибка. Это нарушает движение всего вашего тела и, кстати, очень серьезно наносит ущерб состоянию позвоночника. Ну а уж о вертикальных колебаниях и говорить не стоит. Вот здесь, конечно же, не очень хорошо видно, но понятна тенденция именно поперечных колебаний. Посмотрим, что происходит с Антоном со стороны. Вот видно очень низкая постановка ноги и, в принципе, для джогинга это неправильно. Можно бежать низко, сидя на колене, но при гораздо более высокой скорости. На джогинге надо стараться сидеть гораздо выше на колене, то есть угол коленного сустава должен быть намного больше, более тупой. Потому что вот с такого положения хочется вытолкнуться вверх. Вернее, практически можно вытолкнуться только вверх на этой скорости. Потому что если вы с такой низкой посадки начинаете выталкиваться вперед, то тогда ваша скорость будет раза в два выше, чем обычный джогинг. И вот это вот очень серьезная ошибка. Постоянные колебания на колене, изменение угла коленного сустава. Вот тут вот видно, что минимальная фаза полета и очень серьезная заряженность пятки. То есть именно носок взят на себя, это говорит о том, что натянутые мышцы икроножные, то есть нет свободы движения в голеностопном суставе. И отсюда вот такая жесткая постановка ноги на пятку. В принципе, это возможно, постановка ноги на пятку, но не так жесткая. И все равно стопа должна быть хоть немножко расслабленная. Вот здесь вот видно, что это, в общем-то, по-настоящему даже не бег, а практически такая, как бы, квази-ходьба. В джогинге небольшая фаза полета. Я уже много раз говорил, что она практически минимальная, но в углах ноги должны работать достаточно активно. Именно тогда джогинг вас готовит к настоящему бегу и является развивающим упражнением. И мышечная система, а не только сердечно-сосудистая. Поэтому за этим надо очень серьезно следить. Посмотрим дальше положение. Дальше вот отсюда вот видно, как вот бежит Антон. Вот видно, вот они эти вертикальные колебания. И видно, что слишком большой шаг для такой невысокой скорости. То есть слишком большая длина шага, но при этом совершенно нет складывания. Вот Антон еще прислал несколько ускорений. Причем ускорений с разной техникой. Но это, так сказать, ускорение на большом шаге. И это ускорение гораздо более похоже на многоскоке, чем, собственно, на бег. Вот здесь это хорошо видно, что практически с такими углами бегать очень тяжело. И хочу я сразу сказать, что большинство травм спортсменов, любителей получают на быстрых ускорениях, а даже не на длительных тренировках. Потому что мышцы совершенно не готовы и очень плохая техника. Я понимаю стремление людей бегать быстро. Хочу сразу сказать, к высокой скорости надо идти постепенно. Надо делать сначала легкие ускорения. И надо серьезно работать над техникой бега. Делать большой объем беговых упражнений. И только потом вы сможете безопасно для своего здоровья делать ускорения на максимальной для себя скорости. Будьте аккуратны, не получайте травмы там, где можно их избежать.